Это Пульс Дня. Мы продолжаем выпуск. На связи со мной журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя. Здравствуй, Артем. Ну вот, критик Трампа Лис Чейни с треском, можно сказать, провалилась на выборах, на праймерис, я имею в виду, и теперь заявила о том, что собирается пойти в президенты. Как ты оцениваешь ее шансы? Многие говорят сейчас, что это вообще конец карьеры Лис Чейни. Ну, это совсем не обязательно. Во-первых, недавно, как мы знаем, была создана так называемая Forward Party, которой, в частности, соучредителями ее стали с одной стороны Эндрю Йенг, недавний кандидат в президенты среди демократов, который в какой-то момент шел довольно неплохо, но так же, как потом в его компании на мэра Нью-Йорка, он как бы показал, что в решающий момент он, в общем-то, не может сформулировать чего-то серьезного и теряет высоту. Но, тем не менее, как вот такой, во-первых, и находчивый, довольно известный бизнесмен, да, как бы, как какой-то консультант, вероятно, он достаточно интересен. И, с другой стороны, Кристин Додд-Витман, которая была успешнейшим губернатором-республиканкой в штате, традиционно демократическом штате Нью-Джерси. Я помню, это было как раз в мои первые годы в Америке. Потом, если не ошибаюсь, она была главой, по-моему, новосозданного как раз Министерства национальной безопасности, ну или Homeland Security. Если я только не ошибаюсь, по-моему, она была его первой, причем, главой. И вот такая попытка создать третью некую центристскую партию, которая соберет под собой, под своим зонтиком, как бы, условно, не трамповских республиканцев, которые еще остались, и, условно, не сандерсовских демократов, она может вполне, мне кажется, на данный момент, в Америке, возможно, больше питательной среды для такого, как бы, предприятия, так сказать, политического, чем это было, например, во времена Роса Перо. Тем более, что Рос Перо, он был, как бы, правее республиканцев, а тут партия центристская и не зацикленная на одном лидере. Но лидер нужен, какой-то символ нужен, и Лиз Чейни, как вот яркая деятельница в республиканской партии, оппонировавшая, ставшему сейчас, как бы, лидером и мейнстримом этой партии Дональду Трампу, считавшая, что это не тот лидер, который нужен ни партии, ни стране, она может обрести свой, так сказать, второй политический дом. Я просто хочу напомнить, что мы видели несколько случаев, когда политики возрождались, как феникс из пепла. Когда-то так возродился Ричард Никсон, которого все списали со счетов после поражения Джона Кеннеди. Через 8 лет он стал президентом США, правда, кончил все равно не очень удачно, но считается, что пока он работал, работал довольно успешно. С другой стороны, мы видели, например, Петра Порошенко, который был уволен с треском, со скандалом из правительства Ющенко в свое время. Побыл какое-то время при Януковиче, от него ушел, потом стал президентом Украины, и кто знает, может быть, будет президентом Украины еще. Так бывает. Можно вспомнить, что Джо Либерман, который в свое время был в том числе кандидатом в вице-президент и был очень близок, чтобы стать первым евреем вице-президентом США в 2000 году, когда он был напарником Альберта Гора. В 2000, если не ошибаюсь, в 2006 году он проиграл праймерис в демократической партии, бизнесмену Неду Ламонту. Пошел отстаивать свое место в Сенате как независимый и отстоял. Понимаешь, все будет зависеть, наверное, от того, во-первых, Вайоминг – маленький штаб. Да, как бы династия Чейни потеряла там свои позиции, по крайней мере, среди электората. Но на общенациональном уровне, наверное, найти себе сторонников будет легче. А кто вообще аудитория, кто сторонники Лис Чейни сейчас? Если это не республиканцы, потому что, как мы увидели, республиканцы, которые слушают Дональда Трампа и поддерживают, они больше не поддерживают Лис Чейни. Да, ну это те республиканцы, которых, я думаю, процентов 10-20, которые по-прежнему не поддерживают Дональда Трампа. Это, возможно, те республиканцы, которые голосуют за, скажем, того же Митта Ромни-Вьюти. За некоторых, между прочим, не на всех, на большинстве, но не на всех недавних праймер-республиканских побеждали протрамповские кандидаты. Кое-где, в том числе, по-моему, в Джорджии, если не ошибаюсь, в паре, гонок как раз выиграли не те люди, которых Трамп поддерживает. Плюс это независимые, плюс это, наверное, достаточная часть, в том числе и более умеренного крыла демократической партии. Учитывая, что демократы вообще традиционно более разнообразная идея на партии, чем республиканцы, и, в общем-то, более такая, как бы, ну, то есть у демократов можно найти разброс от того же Джо Либермана до того же Берни Сандерса. Оба, кстати, евреи, что интересно, да, как бы, у республиканцев традиционно все-таки больше внутренней дисциплины партийной. Это не всегда хорошо, потому что когда один человек, как тот же Дональд Трамп сейчас, захватывает, как бы, контроль, захватывает инициативу, то получается, что все другие точки зрения, они, как бы, выметаются. Дональд Трамп принес в республиканский мейнстрим идеи, которые раньше не были частью этого мейнстрима. Это изоляционизм, причем такой более жесткий, не только, скажем, геополитический, но и экономический. Такой вот на грани уже, как бы, просто, ну, не знаю, как бы, вот возведение стены не только там на границе с Мексикой, а с остальным миром. Это вот очень разделительная такая риторика в отношении даже союзников Америки на внешней арене, да, не говоря уже внутренней обстановке в стране. Есть люди, которые считают, что беспорядки, скажем, позапрошлого года вина BLM и левых, а есть, которые считают, что это во многом вина самого Трампа, который, как бы, по крайней мере, не гасил огонь, а еще больше его разжигал. И немало количества людей, знаешь, это было после выборов 20-го года, в частности, выборов в Конгресс, было такое, как бы, формула, что люди проголосовали за трампизм без Трампа, что люди проголосовали за многие вещи, которые, вроде бы, Трамп уступал, за меньший контроль над оружием, меньший контроль над экономикой, да, за, в том числе, ограничение нелегальной миграции, за какую-то более жесткую позицию, ну, такую, как бы, джингоистку. То есть за саму идею, не за человека. Да, понимаешь, а вот за человека они не проголосовали, поэтому во многом они сократили до минимума до пяти мест контроль демократов, большинство демократов в Палате представителей, потому что все-таки на низовом уровне многие люди исповедуют вполне такой, как бы, мейнстримно, то, что считалось традиционно мейнстримно-консервативной идеологией. Лиз Ченни, по всем своим, просто сейчас скажу такую вещь, по всем своим позициям, она вполне мейнстримный республиканец. И для людей, которые привыкли к республиканству, как его олицетворяли люди типа Рейгана, Маккейна, Буша, особенно младшего, да, как бы, в смеси, как бы, упора на экономические свободы, плюс моральную какую-то консерватизм, плюс более жесткую активную внешнюю политику, для таких людей, возможно, трамповская республиканская партия больше не является их домом. Мы посмотрим. Тем не менее, я хотел сказать, насколько все-таки силен еще Дональд Трамп в самой партии и поддержка к нему, потому что, вот если посмотреть на эту ситуацию, на цифры, то Лиз Ченни набрала 29 всего процентов, а ее конкурентка Харриет Хейгман 66 процентов. То есть это даже, вот, больше, чем в два раза. Ты знаешь, я, когда просматривал последний раз опросы, было не так. Трагично было, по-моему, 52 на 30, но понятно, что, когда становится понятно, что один человек проигрывает, а другой выигрывает, люди начинают, как бы, float to the potential winner, да, как бы, они начинают сбегаться под шатер вероятного победителя. Поэтому очень часто победитель получает больше, чем прогнозирует, а проигравший меньше. Не всегда, но очень часто. Понимаешь, опять же, мы теперь не знаем, что там будет на общих выборах. Я, например, ну, есть сообщение, что Митч Макконнелл волнуется о шансах республиканцев в Сенате, потому что многие кандидаты, которые в результате выиграли в республиканских праймерисах в Сенат, это просто прики. Это просто очень одиозные фигуры, и дело даже не в том, что они за Трампа, или что они против там нелегальной миграции, это люди иногда, которые верят в то, что Луна сделана из сыра, вот. Типа там какого-нибудь доктора Оза. И я не знаю, как бы лист Чейни, может быть, она еще решит пойти как демократка или как независимый кандидат. Или я не знаю, честно говоря, не помню, кто будет кандидатом у демократов в Байоминге, но, понимаешь, Байоминг — это такой интересный штат, который вот эти штаты с маленьким населением, преимущественно аграрным, они как бы там вот как степной ветер подует сегодня в одну сторону, завтра в другую. Даже Техас в свое время стал с огромным населением, но он в свое время был синим, то есть демократическим. Он стал красным только в год 90-е годы, когда Буш-младший стал его губернатором. В штатах типа обеих Дакот, Байоминга, Монтана, где нет больших городов, где люди-фермеры, в основном белые, сегодня они клюют как бы на трамповскую риторику, свои против чужих, как бы навести порядок, расчистить болото. Вчера и завтра они могут клевать на более левую риторику, которая говорит о том, что этим людям нужна помощь, скажем, с медицинской страховкой, с образованием, с какими-то еще социальными программами, с преодолением последствий кризиса, вызванного ковидом и так далее. И я просто не знаю, как бы, возможно, еще не все кончено в самом Вайоминге. Алекс, спасибо тебе большое за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Яковлев. Спасибо тебе и зрителям. Всего хорошего. Таким был этот день, как его увидели мы в редакции программы, сразу после Юрия Ростова, моя коллега Наталья Быстрицкая с Паскриптумом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова